с понедельничка друзья мои желаю вам прекрасной недели несмотря ни на что как всегда напоминаю вам о том что самое главное что происходит у вас внутри насколько вы дружите с собой насколько у вас хорошие отношения с самими собой от этого зависит в общем то все и даже астрологические влияния на нашу жизнь они так или иначе связаны тоже с этим даже в самые какие-то неблагоприятные аспекты если у вас есть хороший контакт с собой если вообще точка отчета вашей жизни начинается с вас то в общем то даже самый неблагоприятный аспект он может стать вам помощником и может стать для вас ресурсом если вы привыкли как-то реагировать на внешнее пространство всего лишь они жить да то есть вы все время как будто бы отбиваетесь от внешних каких-то ситуаций событий обстоятельств то это конечно совершенно другое качество жизни и на кого здесь в общем-то пенять пенять здесь не на кого потому что точка отчета в здравом смысле она должна начинаться именно внутри и жизнь проистекает именно отсюда поэтому будьте в себе будьте дружны с собой будьте в хороших отношениях и тогда и со всем миром и со всеми окружающими людьми у вас тоже будут хорошие отношения и пусть лучше жизнь как-то реагирует на вас чем ваша жизнь складывается из того что это вы всего лишь как-то реагируете на жизнь на то есть все должно быть в общем то наоборот приходите на программу 22 карата где мы проживаем архетипы где мы знакомимся о том как они влияют на нашу личность на нашу жизнь где мы размышляем как это все устроено как наладить с этим контакт там же я ввела знакомство с матричной системы мы учимся разбирать свою дату рождения соответственно этим архетипом ну и также вы можете поинтересоваться или полюбопытствовать кто же окружает вас вокруг это все происходит конечно на очень поверхностном уровне не то чтобы это углубленный курс нумерологии но тем не менее некое базовое и поверхностное знание об этом вы можете также получить формат подписки так что всех желающих прошу обращаться в личку давайте посмотрим что же нас с вами ожидает на этой неделе особенно начало недели будет несколько усложненным потому что наш великолепный марс планета наших действий нашей решительности нашего напора и готовности вообще как-то выступать во внешний мир находится в очень тесном взаимодействии с черной луной это не самые в общем то могут быть приятные какие-то действия продиктованные какими-то импульсами непонятными вообще и не всегда какой-то положительной позитивной природы но дело даже не в этом дело в том что этот марс он образует очень напряженный аспект с планеты уран а такое соединение оно читается буквально это взрывоопасная энергия и это может проигрываться во всех смыслах и на всех уровнях поэтому особенно в первой части недели призываю всех быть очень осторожными и аккуратными это касается сферы взаимоотношений потому что очень вероятны какие-то вспышки гневные ничем не обоснованные непонятные вплоть до физической агрессии будьте внимательны к этому не провоцируйте и не провоцируйтесь сами да просто знайте это и наблюдайте за всем происходящим именно с этой точки зрения будьте осторожны со всеми взрывоопасными предметами ну вообще призываю отказаться на время от каких-то неисправных электроприборов да или просто повышенное внимание уделить этому с фейерверками с кострами будьте просто аккуратнее также будьте внимательны за рулем ну и вообще учитывая все происходящие события в сегодняшнем дне мировые мировые события будьте осторожны в каких-то местах большого скопления людей и вообще знаете вот первую половину недели я бы рекомендовала просто как-то минимизировать вообще какие-то свои телодвижения я ни в коем случае не хочу вас программировать на какой-то страх если у вас есть какая-то паранойя на этот счет да просто сейчас усилием воли немножко разбавьте вот свое восприятие информации но тем не менее осторожность она нужна и это действительно очень такое неблагоприятное взаимодействие марса черной луны и урана это очень такая гремучая смесь получается вот и вообще до 30 июня не самое лучшее время для каких-то новых начинаний для каких-то активных действий в какую-либо сторону особенно девчонок призываю ну и мужчин в общем то тоже призываю если у вас есть даже какие-то там не знаю запланированные какие-то хирургические вмешательства или микро хирургические вмешательства если это можно отложить лучше это отложить ну а девчонкам даю аккуратнее с инъекциями какими-то там пластическими вот этими делами да и по здоровью тоже если есть возможность перенесите если это невозможно то конечно же об этом речи быть не может но такое себе времечко не факт что все получится хорошо если вы проигнорируете да вот такие небесные движения и пойдете на поводу собственного какого-то упрямства может просто действительно выйти боком вообще ну и также касается и каких-то проектов каких-то начинаний до 30 числа и вообще не лучшее время вот ну вообще нет можете встретить как минимум какое-то очень активное сопротивление из внешнего пространства и вплоть до того что может вообще все пойти не так и в конце концов даже потеряете ресурсы которые вы считали что вы имеете для этого начинания будьте осторожны в отношениях особенно с 28 до 30 июня повремените с какими-то выяснениями с какими-то разговорами лучше отложите это потому что может все очень плохо закончится вплоть до того что вы просто вытащите на свет божий то что не хотите знать или то что не хотят знать ваши партнеры что-то может вскрыться что-то может обозначиться дороги назад потом просто не будет для отношений с 28 по 30 июня вообще время такое где очень вероятны настолько серьезные и бесповоротные конфликты что вплоть до разрывов отношений и предыдущих каких-то соглашений договоренности и в если вы не планируете для себя такое мероприятие как расставание лучше отложите какие-то провокационные вообще ситуации если вы например планировали что-то там для себя выяснить что-то там прояснить поставить точки над и вот реально не лучшее время вот там может просто такое вскрыться что вы потом будете очень-очень жалеть это может быть то чего вы знать не хотите и может быть и не надо этого вообще знать да потому что некая точка невозврата просто может возникнуть а вот уже после 30 наступает благоприятное время и там будут и силы и желание и самое главное уже придет не некая ясность восприятия и понимание и вообще сознание вот там уже можно начинается что-то делать начинать что-то планировать и все может очень даже благоприятно развиваться в общем сказала да кто захотел тот услышал кто не захотел тут будет делать по-своему давайте посмотрим вашу карту недели что для вас приготовила эта неделя вот пойдем пойдем по трем вариантам оракул у нас будет ведьмины руны такой крутой оракул мне так понравился вообще я просто прям в восторге давайте возьмем три варианта какие возьмем камни так сейчас будет нас горный хрусталь первый камень второй камень у нас будет аметист и третий камень у нас будет соколиный глаз вот так пойдем в общем друзья желаю вам благоразумие что самое главное на этой неделе это благоразумие сушки но помним да прогноз очень общий и расклад тоже очень общий это средняя температура по больнице очень большое значение имеют ваши собственные натальные положения этих планеты ваши собственные транзиты поэтому просто примите к сведению если вы знаете собственное натальное положение то в общем-то поинтересуйтесь происходящим в каком доме узнает стоит у вас знак лев в каком вообще знаке зодиака у вас расположен ваш собственный марс уран и лилии это вообще черная планета первый вариант давайте вот так сделаем будет у нас по три карты видите какие-то сигналы ну что выбирайте по камням выбирайте по картам давайте будем смотреть приветствую вас первый вариант для тех кто выбрал камень горный хрусталь давайте посмотрим давайте посмотрим вас вашу неделю и совет так поступим и так вы ваша характеристика на этой неделе но вы вообще будете очень восприимчиво настроены знаете эта карта говорит о том что это несколько такое пограничное состояние когда к вам подключаются какие-то такие способности и возможности быть несколько в пограничном состоянии сознания в благоприятном ключе это говорит о том что у вас будет включена интуиция на полную вообще вы будете чувствовать какие-то влияния жизненных ситуаций именно на энергетическом уровне вы будете видеть чуть больше также будете настроены вообще на восприятие информации извне на всех уровнях не только на энергетическом и на буквальном в том числе хорошая обучаемость хорошее восприятие можете улавливать из потока жизни нужные какие-то вам ключи нужную информацию нужные знания как-то вы будете очень благоприятно настроены если мы говорим о неблагоприятном влиянии этой карты то мы говорим о том что вот это пограничное сознание она превращается в такую несколько растерянность и разбросанность где у вас смешивается мир вашего интуитивного восприятия с тем что есть на самом деле то есть в некотором смысле потеря действительности такая происходит да сверх эмоциональность сверх чувствительность которая может доставить много дискомфорта может слишком сильно давать напряжение именно эмоционально могут страхи подняться какие-то да какие-то предчувствия непонятно что вообще и непонятно откуда здесь очень важно то как вы будете в общем-то этим управлять либо вы возьмете себе этого блага либо вы начнете в этом просто тонуть потому что волна ну это такая энергия и у этой карты которую обуздать намеренно и вот как-то силой это не очень получается если вы сможете совладать собственным вот таким вот очень тонким настроем вам будет очень многое открыто много возможностей вы видите в жизни и в том числе благодаря именно своему такому интуитивному подходу здесь очень может сильно активироваться творческая ваша энергия для создания чего-то нового в своей жизни но либо вы будете очень ранимы да и тем самым будете настроены на боль так скажем давайте посмотрим вашу неделю замечательная карта богатства которая говорит о том что неделя это вам действительно может открыть очень много возможностей и не только в буквальном смысле каких-то финансовых возможностей это тоже конечно но не только вообще карта богатства она очень и объемная она говорит о том что действительно есть много потенциала в этой неделе для вас это может касаться любой сферы вашей жизни и ваше вот такое вот тонкое восприятие такое да настроено именно на то чтобы быть в потоке этой жизни она может вам помочь увидеть вообще все эти богатства все эти изобилия которые дает вам ваша жизнь ну и тем самым вы можете очень здорово укрепить свою жизнь во всех смыслах этого слова можете получить какие-то уникальные совершенно ситуации которые откроют для вас новые двери давайте посмотрим совет совет карта сила которая говорит о том что нужно будет действовать нужно будет применить применить приложить усилия для того чтобы получить все эти богатства и все это изобилие и вам необходимо будет настроиться на то чего вы хотите что вам действительно нужно и вот благодаря вашему такому тонкому творческому восприятию и созвучию с этой жизнью действительно можно может удастся выйти совершенно на какой-то новый уровень в своей жизни и несмотря на то что вот неделя такая некоторым смысле напряженная но как я всегда говорю не бывает каких-то неблагоприятных астрологических аспектов или в общем-то вообще не бывает ничего такого все зависит от того как вы этим пользуетесь да потому что даже любой неблагоприятный условно аспект он скрывает в себе очень много возможностей там есть ресурс то есть сокровище и и вот вы на этой неделе либо возьмете это и каким-то образом примените это в свою жизнь и получите очень много плюшек от этого либо же вы просто провалитесь в жертву да начнете очень очень много и изобильно страдать и переживать и тем самым просто притяните в свою жизнь какие-то ситуации которые вам придется преодолевать с большими усилиями и в конце концов это может вылиться и в состоянии какой-то раздражительности и даже обиды и агрессивности на внешний мир просто понимаете как карта богатства она все как будто бы умножает да и как вот я говорила в начале в подводке все зависит от того что внутри вот здесь точка отчета самое главное независимо от того что там происходит во внешнем мире вообще не имеет это значение все зависит от вас поэтому надеюсь что вам удастся настроиться по тонкому и получить самые благоприятные смыслы от этого расклада но желаю вам хорошей недели пусть у вас все будет хорошо пока пока приветствую вас второй вариант для тех кто выбрал камень аметист давайте посмотрим этого и это ваша неделя и это вам совет вы ну что же здесь очень категоричный у вас такой будет настрой обретение какой-то независимости самостоятельности вы как будто бы увидите на этой неделе ну вообще что-то даже перелом да само название этой карты она уже о многом говорит о том что вы дошли до какой-то точки где вы видите что так как было так уже нельзя и вы так уже не хотите или не можете и вам нужны какие-то совершенно новые подходы вы четко начнете ощущать собственные границы границы в том числе других людей вы как будто бы себя отделите вообще от всех кто вас окружает почувствуете себя самостоятельной единицей и наконец-то у вас будет возможность разобраться с тем что собственно вы то вообще хотите куда вы то двигаетесь вообще да и и действительно у вас на этой неделе вы знаете сочетание всеми этими картами есть возможность разорвать очень какие-то затянувшиеся и сложные ваши какие-то привязки выйти из каких-то иллюзий из каких-то зависимых возможно или созависимых взаимоотношений да ну потому что здесь карта романтика которая характеризует вашу неделю она говорит о том что в целом да неделя такая для вас благоприятная в плане того что вы действительно можете разобраться с тем что вас связывает с какими-то другими людьми или с какими-то ситуациями или почему повторяются у вас какие-то жизненные события и обстоятельства и ваш вот этот вот такой решительный настрой где вы четко понимаете свою какую-то отдельность вам может очень сильно помочь и как ни странно не разорвать отношения а напротив их сблизить но на равных на партнерском уровне входить в ваши договоренности в ваше взаимодействие в ваши соглашения но в неблагоприятном ключе эта карта говорит о том что вы можете прийти в такое состояние на этой неделе знаете как говорят шлия под хвост попала да когда вы просто начнете грубо нарушать границы других людей каким-то образом агрессивно отстаивать собственную свободу или собственные интересы и ваше недовольство тем как вы действовали до этого вот все что вас привело в это состояние оно может несправедливо выливаться на окружающих людей здесь очень важно соблюдать границы для вас и понимать о том что если вы сегодня чем-то недовольны это говорит не о том что кто-то в этом другой виноват да и что теперь надо от этих всех людей избавиться а это призывает вас прежде всего посмотреть на себя как вы так действовали и что вы такого делали что вы оказались там где вы оказались вот поэтому возможно стоит пересмотреть какие-то методы да свои какие-то стратегии и это очень здорово если вы почувствуете вот эту вот силу вот этот заряд и желание да выйти из каких-то таких залипаний но как говорится не выплесните ребенка вместе с водой да потому что здесь еще совет вам дается карта серп она конечно говорит о необходимости важных каких-то перемен и это даже наверное в каком-то смысле неизбежно потому что время пришло и действовать вам нужно решительно если вы действительно хотите выйти на какой-то новый уровень и каким-то образом действительно значительно что-то в своей жизни поменять но важно очень чтобы вы вот по карте перелом да чтобы чтобы вы были действительно разумны в этом во всем чтобы вы не агрессировали а именно действовали по собственным каким-то убеждениям вы знаете вот в благоприятном вообще ключе вот этот расклад можно прочитать так что вы как будто бы на этой неделе вот прям увидите вы увидите что ваше какое-то иллюзорное представление о том как должно было быть оно рассыпется и вы увидите в чем ваша ошибка в чем ваше заблуждение что вы как-то так выстраиваете взаимодействие с внешним миром что вы слишком слипаетесь слишком сливаетесь с этим и тем самым вы не находитесь в каком-то равном взаимодействии и вы сможете это изменить но не методом того чтобы всех разогнать а вот именно методом того чтобы внутри какого-либо взаимодействия вы сможете почувствовать свою отдельность и отдельность например других людей или других ситуаций окружающих вас и сможете благодаря этому напротив выстраивать очень прочные взаимодействия будете нести ответственность за свою часть жизни за свою часть участия в каком-либо взаимодействии и этому действительно будут способствовать ваши обстоятельства вам будут прямо показывать сами ситуации где у вас есть вот эта проблема залипания и действительно это нужно менять потому что вообще вот эта карта серп она конечно такая не очень приятная так скажем в проживании да потому что она может нести смыслы отсекания но надеюсь что все что вы будете отсекать это действительно будет то лишнее и то мешающее вам двигаться вперед и к той жизни которую вы на самом деле хотите желаю вам успешной недели второй вариант пусть все складывается самым благоприятным образом пока пока приветствую всех тех кто выбрал камень соколиный глаз третий вариант давайте посмотрим это вы это ваша неделя это ваша неделя и совет ну вы будете достаточно ориентированы на этой неделе на взаимодействие на сотрудничество и это хороший благоприятный аспект этой карты но вот сама неделя да которая довольно таки ярко выражает вам смысл стабильности какой-то даже может быть ограниченности в каком-то смысле вот здесь возникает вопрос вы настроены на партнерство или сотрудничество или вы просто зависимы или вы просто боитесь себя почувствовать какой-то отдельной личностью и очень держитесь за стабильность любыми способами и возможно где-то уже увязли в каком-то таком болотце да который может быть вас уже и не очень устраивает но это такой знаете привычный накатанный способ жить да когда самое главное удержать какое-то вот это свое болотце уже даже может быть которое душное и ненужное тема отношений для вас как-то проявляется на этой неделе в любой сфере в личной жизни в работе вообще это вы и другие люди да и вот здесь вопрос как это влияет на вашу жизнь как на вас влияют другие люди или как вы на них влияете и сама неделя она будет связана вот с темой стабильности с темой опоры в большей степени в большей степени это конечно подсвечивает сферы рабочие какие-то да но это может быть и семья и отношения в том числе где вы слишком ограничены совет вам вообще дается это карта хаоса да которая говорит о том что вы можете столкнуться как раз вот с обратным положением вот этих двух замечательных вроде бы карт которые говорят о сотрудничестве о взаимодействии о стабильности но совет вам дается хаос карта говорящая о том что посмотри на противоположность посмотри на отрицательные черты и своего взаимодействия и своей этой стабильности и возможно пришло время увидеть неблагоприятные стороны этого всего может быть действительно вы слишком залипли да в каких-то таких вопросах и вы уже потеряли радость да от любого рода взаимодействия и вот этой самой стабильности вообще расклад призывает вас проверить себя на этой неделе на то что какую цену вы платите да за свои фундаментальные какие-то позиции но также и этот расклад предостерегает вас не испортить то что есть если вы действительно чем-то дорожите и не проявлять свои какие-то импульсы которые могут вывести из строя то что уже устаканилось то что уже является прочным у третьего варианта интересная здесь какая-то ситуация которая с одной стороны будет говорить о том что если вы увязли если вы уже действительно как в болоте в каком-то живете да и вас уже все не устраивает но вы себя уговариваете на то что так должно быть это хорошо так спокойнее у вас будет возможность из этого выйти и как я говорила вот в подводке да что действительно может что-то такое выяснится да на этой неделе что совершенно поменяет все местами и возможно если вы увидите что-то такое что ну явно не укладывается вашу картину миру ну например в сфере ваших взаимоотношений то возможно пришло время это изменить но в то же время если вы например созависимы если вы боялись как-то потерять опору под ногами и всеми правдами и неправдами держались то пришло время рискнуть посмотреть на противоположные стороны этого всего ну а если вы действительно выстроили какую-то цельную структуру если у вас все в порядке знаете есть выражение добра добра не ищут да постарайтесь не потерять это все своими какими-то просто неуравновешенными минутными какими-то состояниями желаю вам успехов третий вариант пусть неделя вашей хорошей будет берегите себя и смотрите в попытке получить острые впечатления не подрубите корни всем пока-пока пока пока не подрубите не подрубите Продолжение следует...